Субъективный взгляд Максима Каноненко Итак, кроме значительного повышения акцизов на табак и запрещения рекламы сигарет, новый законопроект предусматривает следующие бессмысленные и беспощадные меры. Запрет на выставление сигарет на витринах, запрет на курение в поездах и на кораблях, в хафе, ночных клубах, гостиницах, ликвидация специальных мест для курения в аэропортах, фактический запрет на курение в тюрьмах и следственных изоляторах, запрет на торговлю табаком в маленьких магазинах, запрет кальянов в кафе и ресторанах, запрет нюхать табак и жевать его в публичных местах. Табачным компаниям будет запрещено заниматься благотворительностью, а киногероям нельзя будет курить в кадре. Конечно, в просвещенной Европе и инновационной Америке уже действует множество подобных идиотских запретов, но зачем мы должны уподобляться им непонятно. У нас в стране и без подобных законов много смешного. Но хорошо, защита от табачного дыма для заключенных – это, безусловно, важнейшая мера, без которой сидящим в переполненных камерах, где туберкулез и надзиратели звери, очень и очень плохо. Сергей Магницкий наверняка бы не умер, если бы его защитили от табачного дыма. Но при чем тут интересно нюхательный табак? Ожевательный. Каким образом нюхающие и жующие табак мешают окружающим? Не понимаю. Почему табачные компании не могут заниматься благотворительностью, если их реклама запрещена? Вот хочет табачная компания, например, перечислить миллион долларов на лечение больных детей. А нельзя. Лучше честная смерть, чем жизнь, купленная за преступные табачные деньги. Ну а самое главное, совершенно непонятен центральный момент. Зачем нужно вводить такой огромный комплекс драконовских ограничений, вместо того, чтобы просто взять и запретить употребление табака вообще? Конопля у нас считается наркотиком, и ее оборот запрещен. Приравняйте табак к конопле, и вопрос будет решен одним-единственным постановлением. Раз и навсегда. Почему нет? А потому, что табачные компании платят большие налоги, и потому, что акцизы на табак будут пополнять бюджет. Так что мы ограничения, конечно, введем, но от курицы, несущей золотые яйца, отказываться не станем. Пусть курят, пусть травятся. Главное, чтобы мы этого как будто не замечали. Очень жаль, что Россия тоже встает на этот лицемерный, беспомощный путь. С вами был некурящий Максим Кононенко. Субъективный взгляд Максима Кононенко.